В Одессе депутаты совместно с журналистами встают на защиту прав детей. На днях председателю общественной организации Содружества Сильных, депутату Одесского областного совета Валерию Кондратику, стало известно о семейной драме, в результате которой были нарушены права несовершеннолетних. Депутатам совместно с телекомпанией КТВ было оперативно организовано обращение в службу по делам детей Одесского городского совета. В ходе изучения проблемы выяснилось, что отец препятствует нормальному проживанию собственных детей в общем доме, а также собирается его продавать в нарушение законодательства Украины, в то время как мать находится в больнице на стационарном лечении. Полтора года назад я развелась и с мужем. Приняла решение о том, что мы не можем жить вместе, и я ушла. Мы договорились о том, что пройдет время, и на суде я подписала, что мы все разделим мирным путем, потому что я с человеком прожила 20 лет, и как бы делить что-то в суде я считала, что это не имеет смысла. Прошло время, как мы с ним договорились, в апреле месяце я перееду в дом, потому что у нас дом находится в кредите, а он не может его оплачивать. Я перееду, буду жить с детьми в доме, оплачивать кредит, а он переедет, как бы будет снимать квартиру. Проходит апрель месяц, а он говорит, нет, дорога, я никуда, говорит, не перееду. Ну, как бы я немножко шокирована, но взяла тайм-аут, и вот прошло время, и когда я туда приехала, там жили уже люди, он кому-то сдал плом. Я не стала конфликтовать тоже с людьми, потому что я понимала, что они оплатили, у них и маленький ребенок родился, у них все какие-то проблемы, мы решили, что когда они съедут, я въеду. И вот люди съехали. Ну, так случилось, что я в этот понедельник уехала в командировку, и у меня, то есть я уезжала уже чуть простывше, и случилась там очень неприятная болезнь. И я случайно в четверг вернулась обратно срочным рейсом. И получилось так, что люди эти съехали, я оказалась уже в больнице. Дочка моя приняла решение, говорит, мама, мы сами, говорит, переедем туда с малышом. Ну, как бы мы понимали, что это будет сложно, но что будет то, что происходило эти двое суток, никто не ожидал. Дети приехали, дочке 20, сыну 7. Они приехали туда, как бы все окей, они вошли, открыли своими ключами, зашли в дом, все нормально. Через несколько часов приехал отец, вызвал государственную службу охраны, которая приехала, забрала моих детей в РОВД, в Киевское РОВД, не имея на то никаких оснований, потому что дети прописаны там, у дочки был с собой паспорт. После посещения 10-й городской больницы сотрудник службы по делам детей совместно с нашей съемочной группой поспешили на помощь детям. По результатам общения с ними было принято решение привлечь к разрешению проблемы правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники криминальной милиции по делам несовершеннолетних. Милиционеры провели беседы с детьми и их отцом, выполнили ряд процессуальных формальностей. В итоге совместными действиями удалось таки образумить Буяна. Однако дети все равно опасаются находиться в одном доме с собственным отцом. Отец вам говорил, что он вас назад не впустит? Он сказал, что он впустит, но я ему не доверяю. Я ему тоже не доверяю. Я не доверяю друзьям, которые сюда приезжают, которые угрожают мне, которые выгоняют в 2 часа ночи бабушку отсюда, которая с ребенком легла спать. Их просто вышвырнули, взяли сумки и просто вышвырнули. Я в шоке о том, что милиция не смогла им ничего сказать. Сказали, что не имеет полное право, ничего не сказали. То, что его друг в состоянии алкогольного опьянения, неправильно разговаривая, но взял сумки и вышвырнул их на улицу. Сейчас вы опасаетесь за свою судьбу, за жизнь, здоровье или как бы все восстанавливается? Восстанавливаться я бы не сказала. Я не знаю, чего ожидать этого человека. У него есть история рукоприкладства к моей матери. Я знаю, как он разговаривает. Ему не всегда обязательно орать. Он на моральном уровне пытается унижать людей. Надо отметить, что ранее, несколько дней, мать безуспешно пыталась привлечь внимание к ситуации. По телефону связывалась с правоохранителями. Однако, результата не было. И только благодаря вмешательству депутата областного совета и реакции на проблему в СМИ, все те, кому положено оберегать и защищать права несовершеннолетних, начали эффективно работать. Следует признать, что, судя по данному случаю, роль СМИ в решении социальных проблем достаточно велика. И, конечно же, хочется обратить внимание чиновников. Будьте добрее и внимательнее к нуждам людей. Ведь именно вы должны помогать, а не мешать жить. Дмитрий Кокшаров, Александр Хачатурян, Сергей Пархисенко, телекомпания КТВ.